Недвижимость без границ Поэтому предлагаю с денег и начать. Насколько 2017 год был для вас прибыльным и эффективным? Можно ли говорить о каком-то росте? Добрый день, Карина. Очень приятно слышать такие слова. Честно говоря, для нас это большой комплимент. Особенно от конкурентов. Но в то же время большой вызов. Это значит, нужно на самом деле деньги внимательно считать, особенно теперь. И да, мы к этому выводу пришли в течение этого года, что интуиция работать перестала. И те решения, которые раньше можно было принять без каких-то обоснований, сейчас у нас в компании вообще ни одного решения не принимается без финансовых просчетов. С точки зрения этого года, реально, конечно, хотелось бы лучшие года в своей биографии иметь. Но что можно сказать, это то, что этот год завершен. Завершен он довольно близко к тем показателям, которые мы планировали. Мы очень рассчитываем на то, что 2018-2019 год, они все-таки добавят позитива. Сейчас пока по финансовым показателям, с точки зрения эффективности, если говорить, раньше вообще это была работа ради работы. Сейчас хотя бы виден результат, но тот результат, который есть, он, конечно же, нас не устраивает. Скажите, какие тренды царили в 2017 году на рынке недвижимости и как эти тренды повлияли на стратегию развития компании Академ? Тренды, на самом деле, где-то год назад, наверное, наши аналитики, ведущие новосибирского рынка, они конференции проводили и печатались про то, что, по сути, в 2018 году потребитель разделит рынок на две части. Условно говоря, плохие и хорошие, надежные и ненадежные. И вот в зависимости от того, куда попадет компания, так у нее и будут показатели эффективности. Я могу подтвердить, что, по сути, вот как мы видим ситуацию, именно это и произошло. И если по малоэтажным нашим проектам мы всегда были и есть в первой категории, то по «Оазису» для нас был 2017 год. Это как раз путь из второй категории в первую. И этот путь, ну, довольно-таки тернист, и там проценты недобора относительно того, что мы могли бы собрать, это не 2-3. То есть это прям серьезные проценты. С точки зрения же того, что потребитель покупает, у нас по всем объектам абсолютно одинаковая ситуация. У нас стоят однюшки, то есть они продаются с большим трудом, и их прям требуется усилие для того, чтобы продавать. В то же время, допустим, в «Спектре» тот продукт, который мы делали в качестве эксперимента, такую экзотику, вот на презентации «Спектра» я говорил, вот мы тут делаем пентхаусы с выходами на крышу, там террасы, вот мы попробуем, посмотрим, что из этого получится. Ни одной свободной нет. Ну, сколько-то штучек прямо осталось, но реально в следующую очередь сейчас там резко вносятся изменения в проект, практически полностью избавляемся от однокомнатных квартир и уходим, ну, 2 комнаты и дальше, 3-4 там появится, возможно, будет что-то типа там 5 или 5С. В общем, там проектировщики сейчас работают, то есть потребитель наконец-то понял, что во днюшке долго не проживешь. Вот. И если это первая какая-то покупка, когда человек, ну, просто откровенно не имеет возможности, где жить, и он покупает себе квартиру, квартиру, то даже вот эти вот люди уже сейчас при разнице даже там в миллион рублей или в полтора миллиона рублей, они думают, где их взять, вот эти недостающие миллион, полтора там, или ипотеку побольше, или еще как-то, но чтобы все-таки насобирать надвушку. Вот. Потому что, ну, как только появляется ребенок в той же молодой семье, и опять тесно, а ты уже ремонт сделал, и, ну, это довольно высокие транзакционные издержки, поменять одну квартиру на другую. Вот. И вот по нашему видению времена этого голода, когда, ну, вот лишь бы там какие-то свои квадраты, они прошли, и сейчас люди принимают решения более рациональные, и нам это очень нравится, потому что мы как раз вот любим работать с рациональным потребителем. Ну, самая популярная и местами нецензурная тема – это переход от долевого строительства к проектному финансированию, и есть уже сторонники, а также противники этого перехода. Вы к какому лагерю готовы примкнуть? Ну, и я постараюсь обойтись в рамках цензуры, мы же все-таки в эфире, вот, но, тем не менее, понятно, что взгляд из Кремля, он во многом не совпадает с реальностью, которая в жизни происходит. И вот статьи, которые я читаю, ну, они прямо откровенно, ну, ну, как, ну, это ложь, это неправда. Что вырастет там на 2-3 процента цена, и никто этого не заметит – это неправда. То, что банки будут давать ипотеку под 6 годовых, потому что им будут потребители класть средства на счета из Кроу – это тоже неправда. Банки и сейчас говорят, что они дают проектное финансирование под 10, но только давайте посмотрим вместе со всеми скрытыми комиссиями, вместе с платой за деньги, которые компании просто не используют, а банк все равно за них берет какую-то плату. Нет там никаких десяти. То есть это ложь, это откровенная ложь. И поэтому реально то, что будет на рынке – это то, что цены уйдут вверх. Потому что если застройщик, допустим, мог, ну, и может сейчас начать объект продавать там по 65 тысяч за квадрат и потом уйти на стадии готового объекта в цену, к примеру, 70, вот, то, имея это обременение в виде оплаты за проектное финансирование, цена просто сразу будет такая же, какая будет потом уже на сдаче. Так как потребитель, ну, вот этот так называемый риск, он не берет на себя оплату, оплату за этот риск застройщик платит. То есть это значит, что вот те потребители, которые были готовы купить за 65, но уже не готовы купить за 70, они просто с рынка уйдут, и рынок просто уменьшится. Вот. Таким образом, уменьшившись в объеме, этот рынок не сможет никак скорректироваться вниз в цене, потому что я не знаю ни одной из таких затрат у компании-застройщика, которая может снизиться в какой-то перспективе. Зарплаты растут, все материалы растут, земля, ну, я не знаю, кто будет землю бесплатно раздавать в России, вряд ли это будет. А у вторички-то нет никаких фундаментальных причин подняться вверх. Что такое вторичка? Вторичка – это вот дом, который построили в 1980 году, допустим. Через 10 лет ему будет на 10 лет больше. Это как старый автомобиль, он стареет. Вот. Поэтому он вверх не пойдет. Таким образом, цены в новостройках, они еще дальше оторвутся от вторички, чем есть сейчас. Вот. И какие-то застройщики, могут принять решение оставить качество товара, тогда они будут в категории цен заоблачная. Какие-то застройщики примут решение, возможно, немножко сэкономить на качестве товара, да, и какие-то пунктики убрать. И они от этого будут просто ненамного дороже, чем сейчас. Вот. И того, что мы имеем? Мы имеем на самом деле то, что будут строить меньше, хуже и дороже. Вот результат. Ну, я надеюсь, что все-таки, поскольку сроки поставили, не то, что прям вот сразу мы это внедряем, а там 19-й год, что за год наши законодатели все-таки успеют разобраться повнимательнее в ситуации, ну и как минимум какую-то работу провести подготовительную, чтобы с рынком не случилось этого коллапса. В противном случае отсюда просто все уйдут с этого рынка. Ну, зачем работать на рынке, где ты и гордиться не можешь своим товаром, и еще и денег не можешь заработать? Это все-таки бизнес. Да, то есть бизнес, он предполагает делать какое-то благое дело и зарабатывать на этом деньги. Вот. А если что-то из этого не получается, это уже проблема. Если ни то, ни то не получится, то это совсем проблема. Но, конечно, это не решение там 18-го, и даже это вряд ли будет решение там 19-го года. Я думаю, что вот какая-то ясность в законодательстве появится в течение года, и под эту ясность можно будет уже придумать какую-то стратегию. На сегодняшний день мы однозначно работаем в том же режиме и с точки зрения качества, и с точки зрения цены, и с точки зрения там нашей какой-то стратегии развития, что проектируем там новые дома и так далее, как будто бы этого решения нет. Вот. Ну, потому что весь рынок так работает, и, ну, рынок недвижимости – это не тот рынок, где можно раз и что-то такое быстрое произошло. Вот. Наши ожидания, на самом деле, от 18-го года как раз заключаются в том, что на этом году очень много сошлось интересного. То есть, с одной стороны, очень интересные ставки по ипотеке. Вот. Как бы вот эта отметка 10%, она преодолена, и сейчас люди имеют возможность там по 9 точка чего-то там получить. Вот. Если же они там какие-нибудь VIP-клиенты каких-то банков с зарплатными пакетами, то обсуждаются ставки еще ниже. Вот. А в то же время уже довольно неплохо расторгованы старые остатки, что только что построенного жилья, что вторичка нашла свое место. Вот. Поэтому, ну, реально, есть место для сделок, скажем так, в 18-м году. Вот. И те застройщики, те объекты, которые, ну, не смогли, скажем так, доказать свою состоятельность, они уже это не смогли. Ну, то есть, основная масса ран на рынке, она уже видна. Вот. А в то же время те, кто попал в эту первую категорию, там, словами наших аналитиков, они все работают, они все вводят дома. Ну, мы, точнее, все вводим дома и продолжаем, как бы, работать, продолжаем делать что-то, что интересно нашим потребителям. Поэтому мы от 18-го года ожидаем хороших продаж и хороших результатов. Готовясь к будущему, которое неизбежно, многие строительные компании готовят за делы и говорят, что планируют, что у них большие планы по строительству, у вас три площадки довольно крупные, уазис, Бавария и Спектр. Планируете ли что-то еще? В рамках этой серьезной реформы законодательства некоторые шаги уже сделаны. И реально очень сильно изменилась проектная декларация, то, чего все боялись и сейчас научились каким-то образом с этим жить. Плюс летом начинают там работать изменения по поводу уставного капитала. Ну, то есть, реально это же, как, это изменение происходит не в один день, и слава Богу. И возможность адаптироваться к ним есть. Что касается отмены долевого строительства, тоже пока непонятно, как это все будет выглядеть. Если это по старым разрешениям можно будет достраивать в рамках договоров долевого участия, это один сценарий. Если же просто скажут, что с какого-то дня 214 закон больше не действует, это другой сценарий. И, ну, как тут готовиться? Мы на самом деле выводим новые дома, мы выводим новые очереди. У нас еще довольно много неосвоенной земли. Мы пока не сильно активно смотрим на покупку дополнительной земли, но это скорее связано не с изменениями законодательства, а с тем, что нам еще есть где строить. Там в Кольцово у нас еще есть запас по выводу второй очереди спектра. Дату мы еще пока никакую не внутри не рассматривали, не объявляли тем более. Поэтому, ну, нашим заделом является на самом деле то, что мы стараемся максимально эффективно работать здесь и сейчас. Специалисты РБК посчитали, что в 2017 году в Новосибирске цены на недвижимость выросли в среднем на 2,3%. По вашим объектам это можно заметить? Это очень хорошая статистика. На самом деле, я думаю, что довольно много труда ушло на то, чтобы вывести эти 2 или 3%, потому что, как я наблюдаю ситуацию, она очень разнится от компании к компании и от объекта к объекту. В рамках вашей компании? Вот, реально, даже в рамках нашей компании по каждому объекту есть какая-то своя песня. То есть я вижу на рынке, что некоторые компании, допустим, подняли вот два месяца назад объект продавался по 70 тысяч за квадрат, сейчас там цена 80, никакие это не 2-3. По каким-то открываешь сайт, и там сразу же спецпредложения, скидки, только сегодня, только сейчас. Ну, как раньше говорили, налетай подешевело. Да, причем я это видела у застройщиков, которые мне в интервью говорили, что нельзя покупать квартиры со скидками. Это не у нас хорошо. Да, я тоже это видел. Возможно, мы про одних и тех же говорим. В нашей компании, на самом деле, подход к ценообразованию на сегодняшний день, он практически ручной. Это значит, что, во-первых, при определении цен мы перестали плясать просто вот какой-то там стоимости за квадратный метр. Мы смотрим, куда выходят окна этой квартиры, на каком этаже она находится, как в ней организовано пространство, общественные какие-то места, кладовки, не кладовки. И это все на экспертном уровне подвергается очень глубокому анализу, порой жесточайшей дискуссии, и в итоге рождается некая ценовая сетка. И после того, как квартиры одной типологии начинают расходиться, цена на оставшиеся квартиры, похожие, она, соответственно, идет в гору. И автоматически получается, что чем ближе к сдаче, тем, соответственно, дороже. Ну, это и логично. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать, насколько поднялась цена за квадрат в нашей компании. Допустим, в Баварии мы сейчас новую очередь вывели, а по старой остатки довольно хорошо разошлись. И поэтому, может быть, там даже на какое-то количество месяцев людям покажется, что нет там никакого ценового роста, или даже что где-то какие-то квартиры они там подешевле смогут найти. Но, в общем и целом, на сегодняшний день, конечно, удается уже работать по ценам, которые позволяют хотя бы какую-то прибыль зарабатывать. Но все равно это еще не та прибыль, которая, на наш взгляд, адекватна тем рискам, которые этот рынок дает. Представители многих строительных компаний сейчас говорят о том, что все-таки ценообразование не располагает к хорошей ситуации в финансовом смысле. Скажите, все-таки в 2018 году чего стоит ожидать в плане цен? В 2018 году я бы, на самом деле, ожидал того же, что и в 2017 году. Что те объекты, которые представляют реальный интерес для потребителя, они будут либо хорошо продаваться, либо они будут дорожать, либо будет происходить и то, и то. То есть у всех застройщиков, с кем я общался, вот когда мы планировали 2017 год, в приоритете, конечно, стояли объемы продаж, а не цены. Но когда ты достигаешь какого-то объема продаж, который, в принципе, ну вот кажется, что адекватный для того, чтобы стратегию дальше воплощать в жизнь, тогда уже можно работать как-то масштабно с ценой. И я не знаю, добрались ли до такого порога наши коллеги по рынку, но вот с нашей стороны мы планируем некие повышения цен, но, скорее всего, речь идет там про весну, может быть, про лето, что-то такое, и планируем двигаться довольно аккуратно в этом направлении. То есть основная задача – это все-таки была и остается пока на сегодняшний день объемы продаж. Вадим, у вас три абсолютно разноплановых проекта – это «Уазис», «Бавария» и «Спектр». Скажите, много ли удалось сделать за строительный сезон 2017? Ну, конечно же, как поживает проект «Спектр», за которым так тщательно наблюдают ваши конкуренты? Ну, про «Спектр» я уже немножко сказал, что да, население предъявило спрос на этот проект, и нам довольно странно наблюдать, что сейчас много квартир, которые мы рассчитывали, что разлетятся в первые три месяца, они у нас до сих пор на стоке, а в то же время те квартиры, в которые мы верили слабо, они полностью ушли фактически из продаж. Ну, люди уже понимают, что такое «Спектр», где он будет находиться, и, ну, скажем так, выход на рынок состоялся. Теперь задача – это, конечно, объем продаж, и в случае «Спектра» – это цены, поскольку на сегодняшний день те цены, которые на нем работают, ну, это некая такая промо-акция. Ну, мы понимаем прекрасно, что пока нет у нас там ни одного дома сданного, ни двора, нечего нам показать, только вот есть клиенты, которые верят в то, что АКД это сделает, ну, они на этом… Как когда-то с уазисом. Да, да, они на этом, конечно, зарабатывают, на этой своей вере. Очень надеемся, что летом мы уже сможем показать в первую очередь «Спектр» во всей своей красе. Самим, честно говоря, интересно увидеть, что получится, потому что, ну, там есть такие определенные решения, там в первую очередь с фасадами, которые, ну, прямо вот не терпится увидеть. Вот. С точки зрения «Баварии» – это, пожалуй, вот такой проект, который реально, можно сказать, что он идет в плановом порядке, то есть он нашел своего потребителя, потребитель нашел его, и, ну, туда приезжают семьи, конечно, в основном с левого берега, которым, ну, просто хочется жить в таких нормальных, хороших условиях, близких к бизнес-классу по своим характеристикам. То есть проект, по сути, продает сам себя. Основная масса сделок, она идет из серии по рекомендации, побывал у знакомых, в гостях, там, вот приезжал тут с ребенком, проезжал мимо, заехал, ну, то есть вот так. Там реклама, она больше такой поддерживающий характер носит. Вот. Ну, а с точки зрения «Оазиса», мы там сдали девятиэтажку в этом году, сейчас готовим к сдаче тот дом, который как раз вот пришлось задержать, но в первом квартале все-таки очень рассчитываем завершить работу мы с этим объектом. В то же время начали строить первый из трех домов, фактически это один дом, вот первую секцию его начали строить в этом году, в следующем году начнем вторую и, возможно, сразу третью, и этим самым мы закроем, так и, наконец, контур парка, и люди получат то, что мы им обещали еще когда начинали говорить про «Оазис», что это будет полностью вот та картинка, которая была нарисована изначально. Вот примерно такие взгляды у нас. Я не открою Америку, если скажу о том, что строительство и продажа недвижимости – это клиентоориентированный бизнес. Скажите, как вы планируете совершенствовать свой сервис в будущем году? На самом деле то, что это клиентоориентированный бизнес, еще, может быть, года три назад это была Америка для многих компаний. На сегодняшний день мы регулярно занимаемся тем, что силами маркетинговых агентств различных мониторим свое присутствие на рынке именно с точки зрения, как наши объекты на рынке представлены. И начиная от каких-то рекламных материалов, офиса продаж, присутствия в интернете, сарафанной радиофорумы, и видим довольно существенный прогресс в целом на рынке по этому показателю. То есть многие застройщики, которые вообще даже раньше этой темы не… Ну как, она была для них не на повестке дня, на сегодняшний день они стали говорить на этом языке. Там вот, помним мы интервью про открывание шлагбаумов с гаджетов. Ну то есть некоторые вещи, вот они раньше бы казалось совсем странными, а сейчас более уже такие само собой. И мы в нашей компании хоть и всегда уделяли довольно серьезное внимание этому вопросу, все равно видим резервы, куда работать дальше. То есть, но эти резервы вряд ли можно вот так просто анонсировать, потому что, ну, это уже такая очень-очень тонкая настройка. Это уже движение вглубь, это уже более, может быть, системная работа с профессиональной средой, в том числе с новыми трендами в профессиональной среде. То есть, да, сейчас ситуация такова, что, как я вот слышал на одном из маркетинговых семинаров, это не то, что спрос превышает предложение или предложение превышает спрос. Нет. У нас довольно много спроса и довольно много предложений, но они не совпадают друг с другом. То есть, то, за что готовы платить, оно есть на рынке, но нужно вот, чтобы эти люди каким-то образом друг друга нашли. Да, да. И вот эта задача, она уже не уровня, который раньше был там в подсчете каких-нибудь GRP, там показов баннеров в интернете или кликов. А эта задача именно вот по попаданию твоего продукта конкретно к человеку, которому он нужен. Вадим, огромное вам спасибо за интересное полноценное интервью. Удачи вам и вашему бизнесу в 2018 году. Спасибо большое, Карина, за интересные вопросы. Конечно, где-то, может быть, тон моего интервью не был новогодним, но такой уж год. И очень хочется пожелать всем зрителям РБК новых достижений в 2018 году, каких-то новых побед и преодоления этих вот кризисных настроений, если они еще у вас остались. Наша страна такая, какая и есть, она замечательная, и в ней можно работать и развиваться. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова